Привет, как дела? Сегодня я расскажу вам о том, как я стала репортером. Все началось с того, что я увлекалась созданием видеороликов из поездок, в которые я ездила по Европе. Снимала все подряд и потом делала такие некие клипы о моей поездке то ли в Испанию, то ли в Лондон. До моего переезда на ПМЖ в Великобританию я просто этим увлекалась. Об этом знала моя подруга, которая у меня уже была к тому моменту, как я приехала на ПМЖ в Лондоне. И так как она работала в лондонских СМИ на тот момент, она где-то в каких-то форумах прочитала, что срочно на юбилей Горбачева требуется видеограф. То есть надо снять вот это мероприятие завтра уже. И она мне написала, Настя, попробуй обратись в это агентство, в этот московский журнал. Журнал назывался Main People, то есть главные люди, которые работали со знаменитостями и выставляли все светские новости на их веб-сайте. К сожалению, этот журнал через год превратился во что-то другое, и моя репортерская деятельность именно с этим изданием закончилась. Но я продолжала заниматься репортерской деятельностью дальше. И так я обратилась в это издание, сказала, что я видеограф, живу в Лондоне, и завтра могу снимать это мероприятие. На что мне был дан ответ? Отлично, спасибо, мы изменим. Наш предыдущий видеограф не сможет прийти завтра, поэтому мы сменим его фамилию на вашу фамилию. Я дала свои данные. И на следующий день я пошла к Королевскому Альберт Холлу снимать красную дорожку приезда мировых звезд на гала-концерт, посвященный 80-летию Михаила Горбачева. Сказать о том, что я никогда в жизни не видела наших политиков вживую, ничего не сказать. А кроме этого, я никогда не видела мировых звезд. Да, я была однажды в Петербурге на концерте Бритни Спирс. Всё, это всё, что я видела. Конечно, офигенное было шоу. Мне очень понравилось, очень много всяких было спецэффектов. И я была в восторге. То есть, так как мировые звезды ставят свои шоу, ни с чем не сравнится с нашими. Хотя наши сейчас тоже начинают как-то подтягиваться к мировому уровню. Но дело не в этом. То есть, видела я где-то там вдалеке Бритни Спирс, вот такую маленькую на сцене в Ледовом дворце в Петербурге. А тут приходят и приходят, проходят и проходят мимо тебя такие звезды, как Шерон Стоун, Арнольд Шварценеггер, The Scorpions и так далее. И ты такой только успеваешь смотреть. И вот настал этот день, я пошла в рай Альберт Холл, по регистрации захожу в пресс-офис, даю свой паспорт. И они говорят, а вас нету в списке? Я такая говорю, как это нету? А у меня ещё английского практически не было, а там пресс-офис работал на английском языке. Англичанки были. А все, кто проверял по спискам и выдавал бейджики. И я такая говорю, а как это нету? Мне сказали, что меня должны были заменить таким своим ломаным английским языком, что-то там провякало. А они говорят, вас нету в списке? Свободны. И я так расстроилась. Мне хотелось посмотреть, поснимать и как бы получить, может быть, в дальнейшем такую работу. Ну, как бы поплелась домой. На выходе меня уже охрана не выпускала. И там уже наши русские стояли, охранники, и говорят, а что такое? Почему ты оттуда ушла? Почему ты не пойдёшь, не будешь снимать? Я говорю, ну, вот так и так. Говорят, иди и добивайся. Скажи, что просто этого человека не будет. И пусть заменят твою фамилию на этого человека. Ну, я пошла ещё раз попытаться. И сказала им такое. Они говорят, да, не будет. Ну, ладно, тогда вычеркнули фамилию предыдущего человека и вставили мою. И я спокойно встала в пресс-эрию, где я ещё и познакомилась с двумя девчонками. Одна была тоже новенькая, работала, как бы она брала интервью на диктофон у звёзд в журнале Hello. Только начинала работать. Потом я её впоследствии видела. Она уже такая матёрая стала. Репортерша, постоянно со всеми звёздами общалась, как на ты. А вторая была фотографом, которая снимала звёзд вот на красной дорожке и продавала в какие-то агентства. Мне же, у меня же было задание снимать видео. Как прибывают гости на красную дорожку, как прибывают звёзды. Если, возможно, звёзд как-то ещё снять где-то там. У стендов они обычно фотографируются. Всегда на любой красной дорожке есть специальный такой стенд с названием мероприятие, где основные фотографы стоят и все фотографируют, только вспышки мелькают так, этих звёзд. А до того они просто проходятся по красной дорожке и общаются как с прессой, так и с фанатами. Кстати, сказать о мировых звёздах, я была в шоке. Я была очень сильно удивлена, как просто и легко они общаются с людьми. Это не наши такие какие-то там, знаете, снобиш, как это называется. Запредельные звёзды, о которых никто не знает в мире. Это реально мировые звёзды, которых ты видишь в кино, по телевизору, на концертах. Шэрон Стоун, Мила Йовович. О май гад. И они все подходят к тебе. Спайс Гёрлс, Мелани Си там была. Кэтрин Дженкинс и Кевин Спейси. Я не знала об этих двух людях. Это британские знаменитости. А потом уже впоследствии узнала, какие звёзды. И они все так просто и легко подходят к тебе. Начинают общаться вот просто на какие-то темы. Ну, я не говорю про этот концерт, потому что я стояла в пресс-эре. И там они рассказывали, как они относятся к Горбачёву, как они относятся к перестройке. Ну, вот такие вопросы задавала пресса, и им приходилось что-то отвечать. Горбачёв, когда вы первый раз слышали о Горбачёв? Это на русском ТВ. Когда вы первый раз слышали его? Ну, это было очень много времени, но он был в нашу сознание. Он всегда был очень популярный в Инглере. Он всегда был для письма и для прогресса. Я просто пытался expressить мои ощущения о том, что мы видели. Когда мы были на сцене, в Москве, мы видели солдаты, которые были вверх, 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 вверх. Они стали одинаковыми с тем, с фанатами. И вы были очень хорошими чувствами. Это... Те времена меня меняет. И, конечно, вы не думали, что эта песня, даже 20 лет назад, будет символом того, что в конце войны войны. Что его большинство... Да, он еще горячий. Проба ремонтования коммунизма, которая не пробовала, она улучшила дорогу довольности. А потом они подходили на другую, на противоположную сторону к фанатам и просто расписывались, что-то там с ними болтали, хохотали. Вот так вот просто, такие звездищи, и так спокойно себя ведут. Нашим звездам еще поучиться надо. Из наших звезд прибывали, я видела и узнала машину времени, Дробыша, Аршавина с его женой Юлией Аршавиной, еще на тот момент они были женаты. А также Павлюченко, наш тоже футболист, который проживал в Лондоне, играл за Тоттенхем. И потом мы с Настей еще ездили к нему домой и брали интервью через год где-то. Тоже потом, попозже расскажу. На красной дорожке, ну, я снимала всех, как проходили. Шерон Стоун подошла к нам и что-то начала говорить. Вот что есть у меня из ролика, смотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И она подошла к нам и начала что-то ей рассказывать. То есть она сама, девочка эта, Мишель ее звали, боялась брать интервью, но пересилила себя. Я ее еще так подначивала, говорю, давай, давай, что-нибудь спроси. Мне же надо, чтобы они ко мне подошли, потому что она рядом стояла. И вот Мелани Си, пожалуйста, нам что-то отвечает. Помимо этого, Арнольд Шварценеггер такой пробежал мимо нас. Оказалось, он такой маленький, у меня где-то понос, наверное, будет. То есть в команду он такой, о, силач, а тут такой маленький, худенький человечек. И я такая, и это Арнольд Шварценеггер? Ну, хорошо. Потом Мила Йовович пробежала мимо нас и стала там фотографироваться напротив фотографов. Потом только после самого мероприятия в газетах и в журналах появились такие фотографии, где у нее немножечко приспустилось платье и видно было грудь. Ну, не знаю, это не очень этично, конечно, со стороны фотографов такие фотографии публиковать. Я считаю, что это дело папарацци, так скажем. Папарацци, да, они на этом зарабатывают деньги неэтичным способом. Я так работать не хочу. Я делаю хорошие, красивые фотографии. И не хочу на таких слухах и скандалах делать деньги. Конечно, деньги будут и не маленькие, но это не мой стиль, не мой путь репортера. Я стараюсь придерживаться этических правил фотографа, о чем я расскажу тоже в Великобритании. Есть свой кодекс фотографов, и это немаловажно знать. Ну и кроме того, конечно, желтая пресса — это не совсем мой уровень, и делать деньги на каких-то слухах и скандалах я не очень-то и хочу. Иногда бывает, что я отправляю файл в агентство, а они пишут там как-то завлекающий такой заголовок, что там кто-то, что-то там. А на самом деле, ну, было, да, но не так уж прямо явно, как вот это предлагается прессой. Ну, я понимаю, им надо продать, им надо получить деньги, это бизнес. Но вот с моей точки зрения всё-таки этика должна присутствовать, хотя бы лично у меня. Вот. Ну и в самом конце уже приехал сам Гербачёв. Я увидела вот его родимое пятно и поняла, это он. Такая, блин, когда я ещё в жизни увижу такого политика, русского политика? Конечно, он разрушил страну, ввёл страну в перестройку и так далее, но это как бы о самой политике я не очень-то люблю распространяться, это не моя тема абсолютно. Но увидеть вот русского политика, британских политиков я всех видела. Это очень просто и легко увидеть британских политиков. Наших же никогда в жизни не увидишь. Все с такими кордонами едут или проходят, что никогда, ну, если только уже нечаянно попал вот в ту область, где можно увидеть. Путина я ещё ни разу не видела, но кто знает, вся жизнь впереди, надейся и жди. Вот, а британских политиков и Терезу Мэй, и Дэвида Камерона, и Бориса Джонсона, всех абсолютно я встречала, и также и королеву, очень просто увидеть на мероприятиях, на которые может прийти простая публика. Ну вот как бы об этом мероприятии всё, что я могу вам сказать. Какие ещё мероприятия я снимала, кого из звёзд я видела, и с кем общалась, куда ходила и что снимала, я вам расскажу в следующих роликах. Если вам что-то покажется интересным, или у вас появятся какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, я буду отвечать на них настолько, насколько смогу ответить. Пока на этом всё, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!